МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города для телезрителей 1-го Карагандинского. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня в Спасском мемориале состоялся митинг с участием главы региона Абельгазита Саинова. Жители четырех районов Карагандинской области вот уже на протяжении полутора лет не могут решить проблему сконокрадного. Тимиртау за получение взятки задержан участковый инспектор. Теперь добраться до столицы Украины стало гораздо проще. 31 мая весь Казахстан отмечает День памяти жертв политических репрессий, которые переживала наша страна в начале 20-го века. Сегодня в Спасском мемориале состоялся митинг с участием главы региона Абельгазита Саинова. Почтить память репрессированных прибыли также представители посольств стран ближнего и дальнего зарубежья. Согласно указу президента нашей страны Нурсултана Назарбаева, 31 мая стал Днем памяти жертв политических репрессий. Одним из мест массового захоронения узников Карлага является территория Спаска. На Спасском мемориальном комплексе были возложены цветы, как дань памяти жертвам политических репрессий. После чего с обращением к собравшимся на митинг выступил Аким области Абельгази Кусаина. Карагандинцы знают об этих жестоких годах не понаслышке. Карлаг – это трагическая судьба всех народов бывшего Советского Союза и не только. За Карлагом стоят сотни тысяч и тысяч невинных людей, так надбываемых врагов народа, лишенных своих близких и родных молодости и счастья настоящего и будущего. Жертвами Карлага стали дети и взрослые, простой люд, государственные деятели, талантливые военные и известные творческие личности. Казахский народ также пострадал в эти годы. Голод нанес страшный демографический удар по казахской нации. Более полумиллиона казахов вынуждены были покинуть родную землю, спасаясь от голода и болезней. На митинг пришли и те, кто не понаслышке знает обо всех лишениях времени политических репрессий и голода. Люди, которые на глазах теряли своих родных и близких. Мой папа арестованный в 1939 году, а мы были в 1940 году высланы в Северный Казахстан. И все вот эти тяжелые послевоенные годы мы прожили там, теперь мы тут и так остаемся казахстанцами. Спасибо, получили образование, доработали до пенсии. Скорбим, все это мы пережили. Ну что еще сказать, это было трудное время. И хотим низко поклониться им. И пусть земля им будет пухом, этим людям, которые прошли такой тяжелый и жестокий путь. На мемориале состоялась поминальная служба с участием мусульманского, православного и католического духовенства. Были возложены цветы к памятным знакам некоторых государств, ближнего и дальнего зарубежья, представителями их посольств. Кроме того, были открыты два новых памятных знака, репрессированным гражданам Молдовы и Словакии. Митинг прошел и в Караганде, у памятника жертвам политических репрессий. Почтить память погибших в годы гонений приехал Аким города Болжан Абдишев, а также представители общественности и основных религиозных конфессий. Каждый год 31 мая памятник жертвам политических репрессий становится местом скорби для горожан. Сюда почтить память репрессированных съезжаются представители общественности, основных религиозных конфессий, а также люди, ставшие свидетелями политических гонений первой половины 20 века. Выразить свои соболезнования приехал и Аким города Болжан Абдишев. Лучшие сыны и дочеря нашего народа, поистине цвет нации, попали в жестокие жернова истории. Память о них и сейчас болью отзывается в наших сердцах. И поэтому указ главы нашего государства Насултана Абдиша Назарбаева об установлении дня памяти жертв политических репрессий 31 мая стал документом огромной политической и нравственной значимости. По официальным данным, в период с 1921 по 1954 год общее количество осужденных в бывшем Советском Союзе составило более 3 миллионов. Из них к высшей мере наказания приговорено 642 тысячи. В Казахстане за этот период репрессировано более 100 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч. Эта статистика не учитывает погибших от голода, который унес жизни более миллиона казахов. Нет в этих списках и погибших спецпереселенцев, насильно переселенных в Казахстан. Среди жертв политических репрессий были государственные деятели, политики и военные. В эти годы были расстреляны и представители казахстанской элиты, науки и культуры. Василий Лукошин был репрессирован четырехлетним ребенком. В годы гонений он потерял много близких. Труженик тыла стал свидетелем горя, которое перенесли люди в те нелегкие времена. Конечно, скорбим мы о том, что наши годы молодые попали в такие годы в репрессии, потом голод, потом военные. Мы практически голодали все это время. Уже, так сказать, начали наедаться, мы только пошли работать на шахтах. Ирина Камышова, Дмитрий Обурак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Аким города Баужан Абдишев собрал всех начальников коммунальных служб, чтобы лично от них услышать о проводимых работах в коммунальной сфере. Начал глава города с подготовки к отопительному сезону ситуации с водоснабжением города. С 23 мая проводятся гидравлические испытания водопроводных труб с целью выявления мест прорыва трубопровода. Если поломку и находят, то, как правило, ремонт ее затягивается, и многие жители вынуждены сидеть без воды. Сегодня вот так вот перекрыли, облицовка не проводится, дефект не устраняется, и в то же время люди без воды сидят. Если перекрыли, быстро устранят дефект, дайте. Сейчас изношенность тепловых сетей по всему городу составляет 75%. Инвестиции вливаются, ремонтные работы проводятся, но вот как они происходят, это отдельный вопрос. Со слов Буржана Абдишева, ремонт должен осуществляться, но при этом он должен как можно меньше мешать жителям. На совещании также коснулись и вопроса дорог, особенно качества ремонта дорожного покрытия. Аким города поручил выполнять работы на дороге только специализированным рабочим. То есть, получается, вот есть, а с вами идет, вы свою золотали, у вас или бугор получается, или вот эти вот примыкания, все оно такое размазано и так далее, или просто там положили, там ножками затопкали, так и, ну, сразу видно, что это сделано не специализированной компанией. Также актуальным вопросом являются и открытые канализационные колодца. Повсеместно по городу люки с них снимают, и решение проблемы на сегодняшний день найдено в полимерных крышках для таких колодцев. 1200 крышек уже заменены, и работа продолжается. В конце совещания глава города поручил нарушителей штрафовать не жалея. Также всем начальникам управления даны персональные поручения относительно всех сфер деятельности. Александр Кулов, Кариат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Впервые в департаменте юстиции аттестация проходит среди претендентов на занятия адвокатской деятельностью. Заявку подали более 170 претендентов. Продолжит Мир Амгуль Салакимбаева. Аттестация претендентов на занятия адвокатской деятельностью проходит два дня. Как отметили сотрудники департамента юстиции, данное мероприятие организовано в рамках внесенных изменений в закон об адвокатской деятельности. Если раньше данная аттестация проходила в Министерстве юстиции, то сейчас она передана в регионы. Данная аттестация проходит в два этапа. Первый этап – это сдача тестирования, сдача на ответы на 100 вопросов, где нужно набрать необходимое количество баллов. При успешном прохождении первого этапа проходит второй этап, где отвечает на билеты состоящих из трех вопросов. По словам организаторов, при сдаче аттестации претенденты получают право на прохождение стажировки и заниматься адвокатской деятельностью. На этот раз на сдачу аттестации насчитано более 170 претендентов. Мирамгуль Салакимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Жители четырех районов Карагандинской области вот уже на протяжении полутора лет не могут решить проблему с конокрадством. Напомним, в прошлом году было установлено 4 эпизода кражи поголовья лошадей из Каркаролинского и Шетского районов, а также из села Новоузенка. Более сотни животных пропали. Жители сел знают, чьих рук это дело. Но бездействие правоохранительных органов ни к чему не приводит. Морал Тукенова разбиралась в нашумевшем деле. По словам жителей Новоузенки, от конокрадов пострадал практически каждый дом. Общий ущерб по селу составляет более 4 миллионов тенге. Это 25 лошадей. Конокрады в марте прошлого года животных украли с пастбищ. Дело это профессионально, не щадя даже многодетных и малообеспеченных. К примеру, инвалид Казбек Абишев лишился почти всего в одночасье. А ведь, чтобы вырастить отборных лошадей, семья потратила много лет. Мне три головы пропало, все кобылы. Украли и продавали суд. Суд смотрит опять на доследование, переследование. Короче, толку его нет. Никто не хочет возвращать нам деньги. Напомним, в 2010-2011 году банда барымтачей терроризировала всю Карагандинскую область. Четверо жителей Карагандинской области и житель города Сарагаш Южно-Казахстанской области за два года угнали более сотни лошадей. Они опытные скатокрады, ранее уже были судимы за подобное преступление. Задержанные подозреваемые признали, что с конца 2010 года начали совершать преступления. По полученным показаниям похищенных лошадей на автомашине КАМАЗ они вывозили в Южно-Казахстанскую область с целью реализации. Местные правоохранительные органы в то время сообщили средства массовой информации, что сумели установить часть перекупщиков краденого скота. Но прошло уже почти два года, а потерпевшие не могут довести дело до конца, не говоря уже о возврате имущества. Меня удивляет следующее. Шесть раз на одном том же КАМАЗе 106 голов увозили в Южно-Казахстанскую область. Неужели ни разу их не остановили? Неужели ни разу представители органов не засемновались, что не украдены ли они? Это говорит о том, что в этом деле замешаны и представители правоохранительных органов. Местные жители попытались искать украденных лошадей сами, обвиняя полицию в бездействии. На след преступников сельчанам выйти удалось. С первого момента при поиске лошадей по следам лошадей мы пришли сюда, в ТОЗАК. При последующем расспросе хозяина Брзамбека Зонарбека, он объяснил, что ему привезли сено. Но сено не было. Когда я у него спросил, а где сено, он сказал, что уже скормил. В деле, которое ведется следователями, объяснение и разъяснение по ТОЗАК не ведется. И этот вопрос они закрывают и не раскрывают нам. Сейчас по данному делу задержаны только трое. Пострадавшие уверены, что действовала целая преступная группировка. В соседних селах также массово угоняли тогда лошадей. К примеру, с пастбища Успен-Щецкого района угнали более 27 лошадей. К тому же в октябре месяце 2010 года была совершена кража 41 лошади с пастбища села Акбас Каркарелинского района. Вот уже прошел год, дело также не продвигается. Труд наш пропал. Но хотелось бы, чтобы в деле была хоть какая-нибудь справедливость. Сельчане четырех районов, а это около 15 семей, жалуются на то, что дело не ведется должным образом. Они говорят, что до сих пор не задержаны и остальные причастники преступления, ссылаясь на халатную работу следователей. К примеру, водитель КамАЗа, перевозивший животных, не признан как причастник к преступлению. В районном суде это объяснили так. Водители, потерпевшие, конечно, считают, что и водитель в этом деле должен понести наказание. С учетом всех тех нарушений, с учетом данного халатайства, уголовное дело возвратилось на дополнительное расследование. Поскольку заявленные халатайства были обоснованы, с учетом всех тех недостатков, нарушений законов, данное уголовное дело возвратилось на дополнительное расследование. Это первое. Второе, много вопросов в данное время к кооперативным работникам, сотрудникам ДВД области, много вопросов к следователям, то что в последнее время заявили ходатайство о вызове в суд всех этих сотрудников, причастных к расследованию данного уголовного дела судебного заседания. Председатель суда номер 2 Бухаржираусского района отметил, если по данному делу будут установлены нарушения со стороны следователей, то в отношении них будет внесено частное постановление. Морал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. В Тимиртау за получение взятки задержан участковый инспектор, передает пресс-служба департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Инспектор полиции Старогородского отдела полиции управления внутренних дел города Тимиртау за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов потребовал взятку в сумме 140 тысяч тенге. 22 мая 2012 года департамент финансовой полиции по Каринской области по подозрению получения взятки в сумме 140 тысяч тенге за смягчение административной ответственности по ст. 298.1 КУАП Казахстан. При получении взятки был задержан участковый инспектор полиции Старогородского отдела полиции управления внутренних дел города Тимиртау. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 311 ч. 2 Уголовного кодекса Казахстана. 24 мая инспектор полиции с санкции суда был арестован. Сейчас ведется расследование этого уголовного дела. Морал Тукенова, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Государственная программа с дипломом в село, признанная решить проблемы дефицита дипломированных специалистов в сельской местности, стартовала в стране несколько лет назад. В преддверии очередного выпуска молодых специалистов во всех городах Казахстана проводится масштабная информационная кампания по привлечению выпускников вузов, особенно медиков и педагогов, на работу в село. Сегодня тем, кто приезжает работать в село, предоставляются определенные льготы. Конечно, они не заменяют все удобства и возможности городской жизни, но тем не менее дают хороший толчок для становления быта молодой семьи. Молодым специалистам предоставляются кредиты практически по нулевой ставке на приобретение жилья или строительства. Кроме того, им выплачивается единовременное подъемное пособие в размере 100 тысяч тенге. Эти и другие положения проекта с дипломом в село разъясняли выпускникам вузов те, кто уже работают по программе. Молодежная карлажа Сатан совместно с государственными органами сегодня проводит встречу выпускников проекта с дипломом в село со студенческой молодежью. Основная цель мероприятия это пропаганда проекта с дипломом в село, это подтягивание выпускников вузов Карагандинской области по данному проекту в сельские населенные пункты. В нашей области по программе с дипломом в село работают около 700 молодых специалистов. Наиболее востребованными на селе являются педагоги и медики. Программа набирает свои обороты и по ходу возникают некоторые вопросы. Их также рассматривали на встрече с выпускниками вузов. В программе заключается контракт, когда человек, молодой выпускник соглашается по этой программе на 5 лет. Если молодой человек, например, бывает, что он 5 лет не отработав, желает уехать из села в другое село. Бывают переезды из одной области в другую область. То есть вот такого момента характера технического мы будем рассматривать на сегодняшней встрече. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Отмена выступлений артистов российского шоу-бизнеса – проблема, с которой, к сожалению, карагандинцы сталкиваются не впервые. Поклонники звезд шоу-бизнеса негодуют. А вот что требуется для того, чтобы количество отмененных концертов свелось к нулю? Ответ на этот злободневный вопрос узнавал Александр Крылов. Организаторы концерта российского рэпера Ной Зимси устроили пресс-конференцию в неформальной обстановке, дабы объяснить всю сложившуюся ситуацию с организацией выступлений в городе. Также на событии присутствовали и устроители несостоявшегося концерта рэпера Лок Дога. Ситуация, сложившаяся в этом случае, оказалась достаточно банальной. Лок Дог потерял паспорт и ему дали справку временную, сказали, что он может выезжать за пределы страны. По России он гастролирует свободно с ней. Он приехал со своим Бэк МС в аэропорт и его просто пограничники не выпустили из страны. Также сам исполнитель принес извинения за свой неприезд в шахтерскую столицу в своем видеообращении на официальном сайте. Но несостоявшийся концерт – это полбеды. Возврат денег – это вторая проблема в таком случае. Возврат – все. Почти все билеты вернули. Осталось буквально человек, наверное, 10-8, кому вернуть деньги. А в кассе цирка, в других точках, где промоутеры были, все билеты вернули, все деньги людям отдали за билеты. Добросовестные организаторы полностью отчитались за все билеты. Оставшиеся деньги вернут в ближайшие дни. До сих пор остается неясная ситуация с организаторами концерта Дианы Арбениной. По всем телефонам слышны только гудки, а самих устроителей концерта не найти. Будем надеяться, что у правоохранительных органов это получится лучше. Что же касается приезда в Караганду скандального Нойза МС, то пока вся организация выступления идет по плану. Нойз едет, и те, кто его привозит, постоянно отчитываются по всем вопросам. На данный момент по поводу этого концерта имеются случаи подделки 96 билетов. 78 из них уже выявлены. Каждый билет имеет свою защиту. Вот я защиту покажу. Это билетик этот. Он другого цвета у нас. Это один из вариантов был. Но сейчас в продаже вышли зеленого цвета. Вот это зеленое. Да-да, вот это зеленое. И оранжевое. Оранжевое это на фан-зону. Имеется защитный знак, который я не могу показать в камеру, чтобы мы смогли выявлять это. Это коды, все стоит. То есть люди, которые приобретут не настоящие билеты, будет стоять группа людей, и они будут обращаться, чтобы нам решить этот вопрос, чтобы люди все равно попали на концерт. Таким образом, все желающие попадут на выступление своего любимого исполнителя. Также, дабы уверить своих поклонников, сам исполнитель записал видеообращение, находясь в дороге. И тут сказали, что люди из города Каранганда боятся, что должны приедут сюда. Но это все фигня, друзья. Это туз-та. Я приеду и сейчас расскажу, когда. О, да. Эта дата прекрасна. 11 июня. Давай, подотри субри и вытри слюни. Внимательно запомни, внимательно послушай. Я не хотел бы, чтобы твой покой наручил. Какой-нибудь приятель вовремя тебя разбудив. Ты сам запомни, послушаем речит актив. 11 июня, типа клуб-арена. Ну что, давай, запиши себе и скинь на стену. Будем надеяться, что концерт пройдет на славу. Тем более, что выступление будет длиться около трех часов. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!